привет друзья отпишитесь пожалуйста видно ли меня слышно ли какое изображение должна быть задержка 30 секунд в теории поэтому я подожду ваших ответов в чате секунд в теории а и 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 Продолжение следует... 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 То есть этот вебинар не есть какая-то реклама блогинга, как вот у меня есть несколько статей о том, как круто быть блогером. Да, блогером круто быть, но есть и свои минусы. Поэтому постараюсь все озвучивать очень честно, а не просто как реклама блогинга. Вот. Ну и надеюсь, вас не будет смущать все-таки проскакивающая реклама моего курса. Хватит планировать... Нет, другого курса. Секреты популярного блога, на который я буду постоянно ссылаться, потому что действительно там многие темы освещены подробнее, чем я сегодня расскажу. И на более... На следующем уровне, когда вы уже начали блог. Вот. Скажу лишь сейчас, вначале, что для всех слушателей этого вебинара в течение нескольких дней цена на этот курс будет снижена. Вместо стандартной цены 6900 рублей, я предлагаю вам этот курс за 3700 рублей. Под видео вы найдете ссылку, как купить курс, и также будут скидки для тех людей, которые закажут у меня консультацию. Ну вот вам понравилось, как мой уровень знаний и так далее. Вы хотели работать над своим блогом действительно глубоко, и вы можете ко мне обратиться. Вот. Это, так сказать, реклама, которая будет иногда проскакивать. Окей, поехали. Первое, с чего я хочу начать, с отговаривания. Очень часто люди задумываются о том, чтобы завести блог. Был буквально меня знакомый вчера, спросил, вот, Фарид, я хочу блог завести, там, как ты думаешь, сколько я смогу на нем зарабатывать. То есть, когда вопрос ставится таким образом, это почти всегда люди, которые заблуждаются о блогинге. То есть, начинать блог напрямую ради денег, чтобы повесить какую-то рекламу и зарабатывать с него, это путь, который отлично работает. Вот для технических блогов, в которых я говорил, блогов, которые накачиваются трафиком из SEO, там, еще откуда-то, вот для таких блогов это работает отлично. Но если мы именно хотим создать живой блог, то это не тот вопрос, с которого надо начинать. Если человек первым вопросом задает именно этот, для меня это как такой вот маячок о том, что ничего хорошего не получится. Я знаю, о чем говорю, у меня были блоги как для поисковиков предназначенные, так и для людей. И были блоги первого типа, они были завершены рекламой, ну, правда, приличные, это от Google и от Яндекса, но и до 20 тысяч, я помню, доход мне приносили, приносил такой блог. Вот, ну, эту страницу я уже перевернул свою. А сейчас, например, вы можете увидеть мой блог, и вы не увидите там ни одного рекламного блога постороннего, только если реклама каких-то моих акций, курсов и так далее. Потому что, ну, не хочется, что называется, портить блок рекламы, и не стоит оно того чаще всего. Вот. Так, что там у нас в чате? Никита. Да, Никита, вопрос я уже видел. Сергей спрашивает, можно ли ускорить просмотр? Ну, это видео, кстати, сегодняшнего вебинара, можно потом будет посмотреть записи на YouTube. Более того, я планирую сделать расшифровку в текстовом виде, то есть можно будет прочесть, ну, в сокращенном. Хорошо. Это что касается денег. То есть часто люди, которые начинают именно блогинг, вот с такой мыслью, они заработают ли мне на блоге. Это я бы таким людям советовал смотреть в сторону, ну, действительно, SEO, что ли, но никак не в сторону, знаете, привлечь постоянных читателей. Потому что, ну, даже банально сроки окупаемости ваших усилий, они просто огромные в этой модели. Вот. Если вы действительно хотите зарабатывать, конечно, на блоге, на мой взгляд, на блоге с живыми, постоянными читателями, то ваши устремления должны быть обращены к созданию своих каких-то инфопродуктов или услуг, ну, как, например, у меня на блоге. То есть эта модель здесь будет лучше работать. Вот. Единственное исключение, единственное исключение, вот, если вы профессионал, вы профессионал, и, например, мне вот прислал вопрос дизайнер, или вы программист, или вы, я не знаю, юрист, то блог буквально с первых дней жизни может действительно вам начать приносить какой-то доход, потому что блог очень хорошо встраивается в эту модель. Человек пишет, допустим, о дизайне, и среди его читателей ему могут приходить заказы. Плюс наличие живого блога повышает и авторитетность этого специалиста, и люди просто понимают, что они работают не с каким-то фейком, да, что это надежный, живой человек, авторитет своей области. То есть в этой схеме действительно все отлично работает, и мы к этому еще вернемся. Вот если в этом случае вы задаетесь вопросом, как я смогу зарабатывать с блога, то вот такие косвенные увеличения вашего дохода, оно имеет место быть. Если вы программист, если вы дизайнер, если вы SEO-шник, и вы начинаете блог, и честно описываете свой опыт, опыт своих, может быть, клиентов, кейсы какие-то рассматриваете, то очень в скором времени действительно ваш доход косвенно начнет расти. Вот это единственное исключение. Тогда окей. Дальше. Следующее, значит, кого еще можно отговорить? Надо сразу понимать, что блогинг занимает определенное время. И даже, я бы сказал, очень много времени. Вот как пример. Так, сейчас я поделюсь экраном, давайте. Попробую это сделать. Вообще, это мой первый вебинар в жизни. Никогда не проводил вебинары. Надеюсь, все пройдет без боев. Так, не то. Давайте вот рассмотрим конкретно живые статьи. Две мои статьи. Первая статья про работу стоя. Недавно я, кстати, ее продублировал. Она была опубликована, опубликована оригинальная статья полтора года назад примерно. А недавно я еще раз ее выпустил. Так, и статья про интервальное запоминание. Оригинальная статья 13-го года. Мы говорим о времени. Сколько занимает блогинг времени. Вот, к примеру, такая статья про работу стоя. Ну, статья довольно большая. По тексту она, на самом деле, совсем маленькая. Я не знаю, сколько здесь тысяч символов, может быть, две тысячи символов. Но здесь есть фотографии, какие-то ролики и так далее. Итак, что, например, эту статью, ну, вот, сколько я времени потратил на эту статью, будем так говорить, на написание, на создание. Условно, от 4 до 8 часов. От 4 до 8 часов. То есть для многих людей, которые только задумываются о блоге, для них они находятся в заблуждении, что статьи на блог, они выплевываются автором, как-то, знаете, очень легко. Ну, там, 20 минут, 30 минут. Как один мне человек обратился, он сказал, я хочу завести свой блог. У меня есть 30 минут в день, он сказал. Вот. У меня нет компьютера, и я спланирую писать со смартфона. Я сделал просто квадратные глаза, потому что, ну, это невероятно. Я себе этого не могу представить. Вот. И средняя статья у меня на блог пишется в районе 8 часов. Из чего формируется это время? Вот из чего. Давайте вот просто посмотрим на примере статьи. Ну, понятно, что в начале, там, не знаю, полчаса времени минимум надо провести просто какой-то мозговой штурм обдумывания идеи для статьи. Когда я хожу за диктофоном, что-то записываю, или я просто лежу на кушетке и с карандашом и с блокнотом что-то расписываю. Вот. Потом что-то, текст набирается в Word, да. Дальше он правится. Вот у себя в курсе, у меня есть целая глава, где я показываю, как я работаю с текстом. То есть вот как из-за такого грязного, как это сказать, исходника, что ли, вот этой руды, выковывается итоговый текст. Вот. Потом с этой статьей, эту статью переносит в WordPress, да. Я работаю с WordPress, и оформление, как там все оформляется, различные отступы, рамки и так далее, как оформляются картинки. По картинке надо сказать отдельно. То есть вот мы здесь видим, что какие-то коробка, про работу стоя, вот здесь я изображен с коробкой, ну, кажется, ну, вот коробка, человек, да, ну, это же тоже отнимает время, да. Надо сфотографировать здесь, надо сфотографировать здесь, надо обрезать картинку под необходимый размер, может быть, там, обработать ее. Нужно вот нанести этот вот рамак, водяной знак. И здесь я сам себя не могу сфотографировать, значит, мне нужно было логично попросить человека, чтобы он меня сфотографировал. Плюс вот здесь мы видим, что я тут стою, улыбаюсь, но этот же кадр мог получиться не с первого раза, допустим. Я мог Маргану уделить еще что-то поизойти. И это все отжирает время на самом деле. То есть работа с картинками, со своими собственными картинками отнимает время. Дальше. Дальше я привожу различные другие варианты столов. Это тоже, вот тут два видеоролика, один видеоролик, второй, здесь пошли картинки. Откуда это все взялось? Ну, очевидно, что я в один прекрасный момент сел и начал искать информацию про работу стоя. Я зашел на YouTube или наткнулся на какую-то англоязычную или нашу статью, где описывались различные столы для работы стоя. Я находил название столов, я шел в Google, я шел на YouTube, я искал, значит, соответствующий ролик. Потом, вот смотрите, я здесь вставил ролик. Ну, вы же не думаете, что я могу вставить ролик, не посмотрев ролик. Сколько длится этот ролик? Сейчас посмотрим. Он длится 2 минуты 49 секунд. Это значит, что я как минимум 2 минуты 49 секунд потратил на это. Здесь вот сколько ролик длится, сейчас посмотрим. 54 секунды. Окей, но они тоже были потрачены. Тоже. Иногда что-то пересматривается несколько. В конце, например, вставлю немористический ролик, очень классный, кстати. Я тоже его просмотрел, посмеялся, конечно. Да, это было веселое времяпрепровождение, но все-таки это время было потрачено. Я стараюсь, когда возможно, искать какие-то смешные вещи, приколы и добавлять их в статью, чтобы немножко взбодрить текст. Вот этот видеоролик тоже надо было найти. Да, полезные ссылки тоже надо было найти. То есть было прочитано, ну, обычно, ну, так скажем, на какую-то такую статью. 5-10 каких-то статей на английском чаще всего надо найти и прочитать, понять и так далее. И что-то, возможно, использовать по теме. Это тоже было сделано. То есть вот этот сбор информации, он тоже отнимает время. Или вот, допустим, возьмем вот эту статью. Хочешь память, как у Шелдона Купера? Ну, такая простая статья, там, ну, все так легко, тут какие-то скриншотики, тут опять 2000 символов, казалось бы, ну и что? Но эту статью я писал какое-то невероятное количество времени. Я даже боюсь соврать, может быть, 20 часов, может быть, 30-40 часов на нее ушло. Ушло вовсе не потому, чтобы вот это написать. Это написал я, на самом деле, минут за 5, может быть, да, там, редактирование еще 10 минут. Окей, на что же ушло все время? Ну, извините, я совершенно не... Я... как вообще произошло? Я наткнулся на блоге у Скотта Янга, по-моему, про интервальное запоминание статью. И мне так понравилась идея, я просто взорвался мозг от всех возможностей, которые открывают это интервальное запоминание. Я такой, о, Фарид, все, надо сделать эту статью. Но я абсолютно не разбираюсь в этом. Я пошел по одной ссылке, потом вторая ссылка, третья ссылка. В итоге я накачал порядка, я не знаю, может быть, 30 статей на английском языке про интервальное запоминание. Да, плюс еще, наверное, десяток статей у нас на русском языке. Это все надо прочитать, это все надо изучить. Дальше. Программы, которые используются для интервального запоминания, это Anki, это Memrise, это... Что там еще? Супер-мема, да? Надо было их поставить, надо было их попробовать, надо было несколько недель там с тем же этим самым... Как я программу забыл называть? Надо было на смартфоне с ней походить, с Memrise, свои впечатления записывать, пообщаться с людьми, которые уже применяют интервальное запоминание. Там переписка была, ну, с одним человеком, по крайней мере. Он мне что-то подсказал. И в итоге, хоп-хоп, там, три недели усилий, и мы имеем то, что мы имеем, казалось бы, простенькую статейку. То есть, ну, вот эта простота, она обманчива на самом деле, и это все отжирает время. И зачем я все это рассказывал? А это я отговариваю, опять-таки, людей, у которых нет на это времени. Если у вас есть, ну, если у вас есть, допустим, один час в день только, или полчаса в день, и вы готовы уделять время именно столько, ну, ваше развитие вашего блога под вопросом. Всегда есть исключение. Всегда есть исключение. Как бы, если, там, я не знаю, Алла Пугачева завтра заведет свой блог, она может тратить на него пять минут. Но этот блог все равно станет мега популярным. Или если заводит свой блог, например, какой-то человек, у какой-то уникальной профессии, например, патологоанатом или криминалист, он тоже за 10 минут может какую-то историю из жизни накатать, такую байку. И он тоже может стать популярным. Всегда есть исключение. Но в моем случае, когда, ну, откровенно говоря, честно говоря, ну, просто ординарная такая личность, ничем не выделяющаяся, типа, меня вдруг начинает блог и начинает копать, у меня нет байка, у меня нет истории, ничего этого нет. Мне все приходится вот с трудом и так далее доставлять к эту статью. Далее. Еще важный момент. Сейчас я в блогинге уже, наверное, не знаю, лет пять, наверное, может быть, шесть, может быть, семь. Это мой пятый или какой по счету блог. Были технические блоги, были блоги, связанные с партнерскими программами, были там профессиональные, по сути, да, блоги. Вот сейчас у меня такой блог, начало будет для души, сейчас становится потихоньку профессиональным. И мне дается все относительно легко. То есть, ох, куда же я делаю эту штуку? У меня даже есть чек-лист, я его показывал. А, вот он. Чек-лист по написанию статей. У меня есть статья про чек-листы, вы можете загуглить, где я показываю все этапы, которые проходят в статьях. Это чек-лист, он был наработан мной за многие годы. И сейчас я просто беру чек-лист, и когда я оформляю статью или пишу статью, я все по чек-листу делаю, все автоматически. У меня есть подогнанный под меня инструментарий. То есть, если взять меня и взять меня, я не знаю, три года назад и сказать, вот ты напиши статью, и ты точно такую же статью напиши, то разница между нами по времени будет, может быть, в три раза. То есть, если этот человек напишет за 4 часа статью, то этот будет писать ее 12 часов, просто потому что он новичок. И это надо понимать. И поэтому, когда я говорю, вот, ребята, 4 часа, 8 часов, как бы не пришлось умножать это число еще на какой-то множитель, на 2 или на 3. И вы понимаете, да? То есть, очень важный момент, важное время. Вот, ну и чек-лист. Так, чего я его взял в руке, я же экран показываю. Сейчас я попробую переключиться обратно на камеру. Так. Так, снова вот камера. Вот так выглядит чек-лист мой. Он постоянно, кстати, редактируется, там зачеркивается что-то, потому что, ну, все меняется. Вот, здесь что есть? Например, здесь есть... Ну, тут все этапы написания статьи, собственно, начиная с мозгового штурма первой идеи статьи, потом создание самого текста, редактирование, и в конце уже кросс-постинг. Это когда у нас статья уже есть, и мы ее разносим по платным площадкам в интернете, чтобы собрать трафика как можно больше на эту статью. Вот. А с этой стороны у меня чек-лист по заголовкам. Он, кстати, дается в моем курсе бесплатно. То есть это такой инструмент, который позволяет создать эффективный заголовок, который будет работать. Вот. Но тратить на это не кучу времени, а сделать все относительно быстро. Потому что заголовок, создание заголовка – это чрезвычайно важная вещь в блогинге. Успех и блога, и каждой статьи блога очень часто зависит от заголовка. Вот. И я рассказываю, как, вот в курсе я рассказываю о том, как это сделать просто и эффективно. Вот. В том числе для новичков. Здесь точно можно сэкономить время. Вот. Поэтому время, время, как бы, то есть вот я бы так сказал. Если у вас меньше часа в день есть на блогинг, будет тяжело. Если только у вас действительно нет какого-то уникальнейшего опыта в вашей голове, или вы не представляете какую-то уникальную ценность сами по себе, как специалист. То есть если вы специалист, которых можно по пальцам одной руки пересчитать, и вы начинаете вести блог, да. Но если даже меньше часа в день, возможно, вам хватит. В противном случае, может быть, и не стоит начинать, чтобы потом не разочаровываться. Есть у вас время на блог или нет? Вот вопрос. Опять же перейдем к следующей теме. Давайте посмотрим, что там. Никаких вопросов у людей не появилось. Вроде бы нет. Окей. Идем дальше. Так. Дальше идем. Я тут шпаргалочку написал. О чем говорить. Чтобы ничего не забыть. Ценность. Следующий аспект очень важный. Причина, по которой не стоит заводить вам блог, если вы не способны генерировать ценность. Если вы не способны генерировать ценность. Сколько я блогов насмотрелся, друзья, которые не подставляют ничего ценного. Не для меня. Нет. Вообще ни для чего. Ни для кого. Ни для новичков. Ни для профессионалов. Никого. Это либо переписанные статьи из Википедии, или какой-то очевидный, знаете, такой капитан очевидности. Открывает блог, пишет там. Ну вот, даже по саморазвитию много блогов, где там человек пишет. Ребята, начинайте, значит, все, с завтрашнего дня давайте, начинайте вставать раньше, в 6 утра. Начинайте делать гимнастику. И все у вас получится. Все великие люди вставали с утра. Значит, извините, я эту хурму я читал уже 100 раз. И я не хочу там сотый раз ее читать. Я бы готов почитать, если человек, там, Вася Пупкин, садится, заводит блог и говорит, я начинаю эксперимент, я встаю в 5 утра, и через полгода я подвожу итоги, я замеряю свое давление кровяное, я то, все, все, и потом со скриншотами все выкладываю. Окей. Это я готов почитать. Но если человек просто пишет какую-то теорию банальности, это никакой ценности не представляет. Это представляло ценность для людей, может быть, 500 лет назад, но не сейчас. Сейчас это уже известная истина. Таких блогов очень много. И почему-то я заметил, очень многие начинающие блогеры начинают именно это. Я сам с этого начал. Вот если вы перенесетесь, вы просто зайдете на мой блог и начнете читать статьи от, там, январьские статьи 2013 года, вы удивитесь низкому уровню моих статей. Там какие-то банальные вещи про тайм-менеджмент, про личную эффективность. То есть вот примерно в том духе, в котором я сейчас вам писал, вот такая же фигня там происходила. Я сейчас практически не ссылаюсь на старые статистики, я их не удаляю, потому что какой-то трафик туда идет, в том числе поисковый. Но иногда там такие статьи позорные, что мне действительно просто стыдно. Просто там нет ценности. Вот в чем позор ситуации. Нет ценности. Поэтому либо вы несете ценность для читателя, какую-то пользу, либо нет. Да? То есть ценность – это не обязательно новые мысли. Кто-то может сказать, ну, вот у меня, допустим, там, блог по дизайну, ну, вот мне там вопрос задали, потом будем рассматривать. Ну, что я могу нового сказать? Я же не могу там новое, там, я не знаю, золотое сечение открыть или еще что-то там. Если вы даже просто описываете свой опыт, описываете свой уникальный опыт, с помощью каких программ, приложений и так далее, какими сервисами вы пользуетесь, это уже несет пользу. Постепенно ваш авторитет растет, даже не авторитет, ваша экспертность, да, ваши знания растут, и ваша ценность все больше и больше становится для читателей. То есть, как минимум, как минимум, кейсы, да, даже если банально не сбит истины, но на своем примере, на примере своих клиентов вы что-то показываете, это уже резкий большой плюс по ценности. По ценности. Даже вот возьмите мой блог, ну, по-настоящему, честно говоря, ну, какие вот идеи я придумал сам. Там какие-то незначительные идеи, может быть, штук 10 каких-то мини-лайфхаков, там, где-то с планированием, с тайм-менеджментом, какие-то вот улучшения. Я горжусь ими, но они никогда не перевернули, ни разу не перевернули индустрию, вот эту всю тему. Нет. Но я стараюсь даже избитые вещи тестировать, показывать на своем примере, снабжать фотографиями, снабжать инструкциями, писать понятным языком. Вот в этом я вижу, будем так говорить, миссию своего блога. И я считаю, что я даю ценность. И, ну, для меня писать статью без ценностей, это, ну, мучительно больно. У меня иногда бывают статьи выходят, которые там рекламные или еще что-то. Очень неприятно такие статьи выпускать. Вот. Так. Что еще вам сказать про ценность? А, вот. Еще одна. Ну, это уже в сторону уговаривания, скорее. Но часто люди говорят, что, ну, вот что толку мне создавать, допустим, блог про Таиланд? Ведь ниша забита, там, десятки блогов, там, есть форум Винского и так далее, куча информации в интернете. Если я создам еще один блог, да он просто затеряется, поэтому я должен создавать блог в узкой нише, там, не просто Таиланд, а там, я не знаю, Фукет или еще там какой-нибудь Корон район. То есть, ну, я на самом деле, вот в блогинге, ребята, мое мнение, не бывает узкой или широкой ниши. Лезьте в самую широкую, самую избитую, самую банальную, самую популярную нишу, в какую вы только потянете. И давайте там ценность, и давайте там качество. И тогда вы станете владельцем популярнейшего блога. То есть, например, вот моя ниша, я считаю, что у меня был бы блог намного популярнее, если бы у меня была широкая ниша. А тема тайм-менеджмента, саморазвития или даже лайфхакинг довольно узкая ниша. И поэтому, ну, с одной стороны, у меня подписчиков много, а с другой стороны, я думаю, если бы у меня был кулинарный блог, или если бы у меня был блог, например, посвященный политике, сейчас это просто, ну, была бы пощаемость, я думаю, в сто раз выше. То есть, я не жалею о том, что занял узкую нишу, потому что это, ну, это именно то, что я хотел не в плане посещаемости, а то, что душа моя захотела. Вот. Но если вы боитесь открывать блог, потому что слишком большая тема, там, вы затеряетесь, ребята, этого бояться не надо, надо просто обеспечивать ценность, и все будет хорошо. И наоборот, какую бы узкую нишу вы не занялись, там у вас, вы не даете никакой ценности, ничего хорошего ждать не стоит. Ну и последняя, значит, причина, по которой вы не должны начинать блог, если это вам не интересно. Это, конечно, избитость, это самая банальность, но ее все равно надо сказать. Либо вы с интересом ведете блог, либо вам интересна эта тема, либо это просто заводить не имеет смысла. Я знаю, о чем говорю, один из моих блогов был посвящен здоровому образу жизни, там, питанию, и как раз это был в тот момент, когда у меня был большой лишний вес. Я писал анонимный блог, сразу говорю, но суть ни в чем. Я худел, писал об этом, мне было интересно, потом я похудел, и мне это перестало быть интересно, и очень быстро каждая статья уже давалась с трудом, больше времени тратишь, больше энергии. В итоге блог я, в конце концов, продал. Но это просто очень хорошо иллюстрирует то, что писать надо все-таки в той теме, которая вам интересна. Ну, как там говорят про работу, да, то есть вы должны работать на ту работу, которую вы бы делали бесплатно. Ну, с блогом, наверное, то же самое. Надо блог выбирать в такой теме, которая интересна вам, когда вы с удовольствием пишете. Не всегда, конечно, все статьи пишутся с удовольствием, вот, что уж там говорить, и не вся работа с удовольствием выполняется, много рутинной работы в блогинге. Но все-таки такая тема должна быть, которая, ну, изнутри вас как-то торкает. Вот. Окей. С этим все. И переходим к более оптимистичной теме. Я буду вас уговаривать завести блог. Так, да, вернемся к вопросам. Сергей пишет, очень много воды и пауза. Можно чуть больше концентрированного смысла. Сергей, вот в этом и смысл. Мне многие пишут, Фарид, ты так здорово пишешь, ты так четко, емко формулируешь свои фразы. Проблема в том, что я такой массивный экстраверт, я очень много говорю лишнего. И в статьях я могу это побороть, я могу вырезать статью и сократить ее. Об этом мы будем сегодня говорить. На вебинаре, к сожалению, Сергей, вам придется потерпеть. Могу предложить разве что сейчас покинуть трансляцию, а потом появится расшифровка этого вебинара, и там я уже постараюсь все вот это лишнее пустословие вырезать. Так что, вот так, прошу прощения. Серафим спрашивает, почему становятся популярными людьми люди, которые просто рассказывают, что они ели и что делали целый день. Они же ничего полезного не несут. Ну, Серафим, у вас, по-моему, вопрос... Да, я к нему верю, важный момент. Идем дальше. Почему надо завести блог? Точнее, есть причины, по которым люди не заводят блог, и мы сейчас будем их пытаться разбивать. Да, давайте сначала пробежимся по тому, почему надо завести блог. Я об этом уже писал, только коротко, опять раз, чтобы Сергея не расстраивать. Почему надо завести блог? Во-первых, блог дает... Если вы уже профессионал и работаете в своей профессии, она вам нравится, то заведение блога, оно просто, ну, очень мощно продвигает вас как авторитета в своей теме, как эксперта. Вы посредством блога, вы общаетесь с коллегами, то есть мы здесь имеем нетворкинг, вы заявляете о себе как о специалисте, то есть люди скорее обратятся к блогеру, специалисту, чем к не к блогеру, потому что они видят его, они видят, что человек разбирается и делится своими изданиями. Дальше очень важный момент, что когда вы пишете о своем профессиональном опыте, вы начинаете гораздо глубже разбираться в предмете. Одно дело, знаете, я вот про интервальное запоминание где-то прочитал, поставил программу, что-то поторкался, ну, окей. А другое дело написать статью об этом. Вот здесь начинаешь копать, 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 и в итоге разбираться начинаешь гораздо мощнее. То есть это очень важный момент. Ну и что еще? Ну, блог, конечно, вам в конечном итоге приведет к тому, что у вас появится какой-то дополнительный доход. Это со временем. То есть если не думаете о доходе, то доход обязательно с блога придет. Вот такой парадокс. Ладно, поехали. С популярными причинами, отговорками, почему люди не хотят завести блог, а им следовало бы. Очень многие говорят, что я технически не подкован, я не разбираюсь, и они из-за этого не заводят свой блог. Или наоборот, люди заводят свой блог, но сразу целиком бросаются в эти технические тонкости. Меня спрашивают, вот, меня подруга спрашивала, форид, вот какую платформу мне выбрать, и так далее, какой дизайн мне выбрать, как расположить элементы на странице так или иначе. На самом деле, это, я считаю, серьезной ошибкой, не начинать блог из-за технических трудностей или ударяться вот в это. Потому что на самом деле не важна платформа, не важна платформа, не важны все эти настройки, гораздо важнее сконцентрироваться на ценности для читателя, вот, и думать об этом. В общем-то, если вы сейчас задумываетесь о том, чтобы начать писать блог, есть очень крутой простой тест. Напишите для какого-нибудь крутого большого сайта. То есть, вот, например, напишите крутую статью и отправьте ее, например, на лайфхакер. Отправьте ее на лайфхакер. Да, вам там за нее не заплатят, вы никакую ссылку не поставите и так далее. Но вы получите статью, допустим, на популярном мощном ресурсе, и вы смотрите, проследите лайки, просмотры, комментарии. Да, в конце концов, вашу статью могут просто не принять. И вы задумаетесь, вы можете написать, а почему меня не приняли, что бы вы посоветовали и так далее. Потому что редакторы, которые рассматривают вот эти заявки на гостевые посты, это опытные люди, как сказать, совету которых стоит прислушаться. Дальше, куда еще можно отправлять? Ну, на лайфхакер сложно пробиться, но, например, можно отправить свою статью на замечательный портал «Жить интересно». Можно отправить свою статью в сообщество ЖЖ. Ну, вот это самое простое, попасть в сообщество ЖЖ. То есть, по какой бы теме вы ни писали, то есть, будь то туризм, будь то дизайн, будь то материнство, всегда есть крупное сообщество ЖЖ, в котором состоит там несколько десятков тысяч человек. И попасть в, в общем-то, статья, чтобы прошла модерацию и попала в сообщество, это довольно просто. Напишите такую статью. Просто напишите. И посмотрите, как реагируют люди. Пишите для крупного сообщества. Пишите. И вы сразу, вот немногие это понимают, потому что вот эта вот собственническая какая-то привычка, что должно быть на моем блоге, хорошая статья для моего блога. Зачем я буду писать для какого-то сайта, приводить ему клиентов, там, посетителей, да? Нет, это ошибка. Начните писать для крупного сайта. Представьте, что у вас блог где-то там, там, на «Жить интересно», допустим. И пишите. И вы сразу поймете, даете ли вы ценность читателям, как они реагируют. Может быть, люди напишут, там, слушай, это неинтересно, или вопросы начнут задавать. Потренируйтесь на этом. И не надо ничего создавать, не нужно не создавать никаких аккаунтов в WordPress или еще что-то и так далее. Вот. Но если вы все-таки начинаете блог, и технически вы не подкованы, я всем рекомендую, и везде об этом пишу, начинайте с «Ж». У меня самого в «Ж» минимальная активность, но это самый быстрый старт для начинающего блогера. Начинайте в «Ж». Там вы найдете готовый набор шаблонов на все вкусы, да? Да, просто вот посмотрите топовых блогеров. Кто у нас сейчас топовый блогер? Я сейчас не слежу, но там Артемий Лебедев, Сергей Доля, раньше Навальный был популярным, потом вот я в «Ж» вспоминаю. И все эти блоги, что удивительно, они находятся в «Ж». Почему? Ведь там так мало возможностей для кастомизации, что-то блоки там и так далее, менять местами. Но если этих людей это не остановило, ограничения, которые накладываются в «Ж», почему это вас должно остановить? Поэтому я рекомендую вам «Ж» – самый легкий старт. Начните там. И если у вас вдруг прям так пойдет, что вы захотите каких-то как-то вот по-серьезному настроить свой блог, ну, у меня в курсе, я тоже пишу, как можно дальше настраивать свой блог, то вы всегда можете с «Ж» – «Ж» – «Ж» – перенести, значит, весь свой контент на свой новый блог, поставить там ссылки, и все у вас нормально будет. И с поисковыми системами и так далее. Об этом беспокоиться не надо. Просто начните с «Ж». Вот. Главное еще преимущество «Ж» – это, помимо простоты для старта, это наличие мощного комьюнити. То есть вы пишете статью для своего блога, допустим, про туризм, про Таиланд. Раз, ее в 3-4 сообщества про Таиланд. Закинули просто. И уже вы начинаете, у вас стекаются подписчики. Вы написали там еще что-то, про финансы какую-то статью. Хоп, какие-то финансовые лайфхаки, допустим, в путешествии. Раз, закинули в сообщество, в сообщество есть, ру лайфхак. И так далее. То есть там есть комьюнити, там очень живые люди. То есть «Ж» представляет собой как бы большую социальную сеть авторов, по сути. И там очень легко набирать подписчиков. Вот. Поэтому я рекомендую начинать именно с «Ж». Потому что очень многие вначале тратят столько времени, столько сил на настройку движка. Там вот представьте, какая девочка, она там чуть-чуть умеет пользоваться интернетом. И тут она читает, что лучше всего WordPress. Супер, можно настроить, там столько возможностей, плагин. И она такая, перфекционистка такая. Да, я начну, я начинаю WordPress. Она скачивает курс по WordPress. Она его изучает. Она скачивает основы там PHP, HTML, чтобы немножко можно было править код. Она две недели выбирает дизайн, там то меняет все, потом меняет дизайн. Я вот просто сам все это проходил, я вижу, как это люди этим занимаются. Куча энергии, для нее же это все незнакомо, куча энергии, времени на это тратится, а основные-то философские моменты про ценность, про портрет целевого читателя и другие-другие вещи, они не раскрыты. И человек как бы занимается второстепенными какими-то вещами, а главное не касается. Наша же задача вначале понять, вообще есть маза или нет маза писать. А если мы ударяемся куда-то в дизайн, мы ответ на этот вопрос не получаем. Поэтому вот при достижении не заморачивайтесь в техническом плане, начинайте проще всего. Начинайте в ЖЖ. Окей, вопросов нет, идем дальше. Следующее возражение от начинающих. Я не умею писать. Жена, например, меня так часто говорит. Ну, вот пари, это не мое, я не смогу так писать. Я вот свято верю, что любой человек может писать. И я уверен, что любой человек пишет отвратительно, если ему скажут, пиши, ну-ка быстро напиши статью. И он садится, пишет, пишет, пишет. На выходе получается, как правило, какая-то фигня нечитаемая. Вся ценность состоит в умении править статьи. Я еще раз говорю, я сам человек многословный, могу действительно, вот как справедливо заметили, там воды какой-то нагнать и так далее. Но надо уметь править, жестко править, жестко вырезать лишние статей. Вот. Поэтому, что почитать на эту тему? Да? Опять-таки, говорю, в курсе я прям показываю, у меня есть ролик, где прям статья вот такая, черновая, такое полотно, и как я прям шаг за шагом ее упрощаю, меняю местами абзацы, значит, и делаю такую структуру и формат, чтобы читать, читать любого легко. Потому что это очень важно. Очень важно. Полотно текста никто читать не будет. Люди сейчас не читают текст, они его сканируют. Я об этом опять-таки в курсе много говорю, но может быть еще вебинар даже отдельно этому посвятить. Сканируемость текста очень важна. Как научиться всему этому? Значит, буду рекомендовать книги. Первая книга, офигенная просто, это Уильям Зинсер, «Как писать хорошо». Ну это книга, которая просто изменила мою жизнь, наверное. То есть, можно, конечно, заморочиться и показать вам тексты до и тексты после Зинсера. Но насколько это разные тексты. Он объясняет, когда использовать причастный оборот, когда не использовать, когда, значит, в каком порядке слова ставить в предложении. Но по большому счету Зинсер учит прощать. И именно у него я прочел мысль о том, что если ты начинающий писатель, то не надо составлять длиннющие предложения там на 12 слов со сложными подчиненными оборотами и так далее. Пиши простыми, короткими предложениями. Потом, потом, может быть, через много-много лет чуть-чуть будет у тебя усложняться предложение. Потому что ошибка многих начинающих, особенно молодых людей, они, не знаю, в них что ли комплекс какой-то сидит, что, мол, им надо доказать окружающим, что я серьезный, я серьезный, я хоть и молодой, мне 17 лет, там, 20, но я уже серьезный. И они фигачат такое предложение сложную подчиненность с какими-то канцеляритами, там, трехэтажные такие конструкции. Это не говорит об интеллекте. Может быть, говорит, но конкретно в плане писательства это ужасно бьет по вашему блогу, потому что вас просто не будут читать. Не будут читать. Итак, Уильям Зинсер, книга номер один, просто маст-рид. Второе место. Хорошая книга Алексея Коптерева, мастерство презентаций. И хотя эта книга про презентации, казалось бы, там много сказано про PowerPoint и так далее, но на самом деле она еще и про подачу информации. Она учит так представлять информацию, чтобы как раз людям все было понятно и увлекательно было и так далее, и так далее. Чтобы не было этой скуки. То есть я рекомендую почитать, потому что блогинг это же не только о тексте. Ну вот возьмите любую мою статью, там, ну вот возьмите как работать стоит. Ну текст это минимум на самом деле. Прошу прощения. Текст это минимум на самом деле, но сколько картинок и всего подобного. Ну вот мастерство презентации именно об этом. Следующий курс, следующая книга «Покажи свою работу Осина Клеона». Это замечательная книга. Особенно я буду ее рекомендовать людям, которые ведут профессиональный блог. То есть вот вы дизайнер, программист или так далее. И хотите вот блог, на котором вы пишите о своей работе, о своей кейсе какие-то, раскрывайте. Почитайте книгу Осина Клеона. Это прямо гимн такого формата. То есть я очень рекомендую. И как пример такой эталон у меня на лайфхакере статья была об этом. Это Федор Овчинников. Вы все знаете. Человек, который значит создал Додо Пиццу. И он как раз на своем блоге, ну больше, конечно, в социальных сетях описывает работу значит в своей компании. И то есть именно вот этот формат, как его вознес до небес. Почему? Потому что обо всем пишет. Если бы он просто создавал сеть федеральную даже там, да, кто бы о нем знал. не знаю, просто какой-то предприниматель. А человек, который так увлекательно и так подробно и так интересно пишет о Пицце. Вот. Этот формат вы увидите много где. То есть например, блок летчика Лехи возьмите, да. человек пилот. Ну, пилот и пилот. Он заводит блок, начинает фотографировать, пишет различные случаи из жизни, там про аэрофобию, еще что-то, про командировки. И даже, может быть, не тратя прям уж очень много времени на блок, а может быть, я заблуждаю, но он взлетает и становится топовым блогером. Он пишет книгу там и так далее популярную, бестселлер. Это как раз блок, который работает в формате Остина Клеона «Покажи свою работу». Я рекомендую эту книгу, хорошая книга именно для блогеров. Вот. Что еще? Ну, вот, это по поводу «Я не умею писать». Ребята, всему можно научиться на самом деле, прочитать это несколько книг, ну и опыт, конечно, нужно много писать. То есть я за свою жизнь, наверное, написал около, наверное, шестисотен статей. Может быть, не все были такие вот прямо замороченные, как сейчас, но писал-писал я довольно много. Вот. Но чтобы начать нормально писать, я думаю, достаточно полусотни статей написать руководствуясь правилами Зинсера, правилами Коптерева, и вы почувствуете, что вы умеете писать. Может быть, не все станут, я не знаю, Достоевским или Стивеном Кингом, но стать популярным блогером, я считаю, этого будет достаточно. Дальше. Деньги. Деньги. Много ли тратиться на ведение блога? Тут я немножко приоткрою завесу свою, просто расскажу вам о цифрах, о реальных цифрах, которые я трачу на ведение этого блога. Я буду оперировать цифрами в год. На ведение базы подписчиков, а я веду их в сервисе MailChimp, это сервис почтовых рассылок, который очень удобный, очень гибкий, дает кучу всяких там крутых возможностей, я трачу в год 25 тысяч рублей. Просто вот имеете в виду, точнее потратил. С каждым месяцем мой расход растет, потому что подписчиков все больше и тариф все выше. Плюс сервис западный, соответственно, оплата в валюте сейчас, сами понимаете, в рублях все это подорожало. Дальше, ну, запомни, 25 тысяч в год. Хостинг. Хостинг самое дешевое, 2,5 тысячи в год. Доминое имя, ну, тут вообще практически копейки, 100 рублей в год, будем так условно говорить. Ну, и самая большая статья расходов, которой у вас может и не быть в начале, это расход на наемных работников. Это всевозможные фрилансеры, программисты и так далее. я потратил за год порядка 130 тысяч рублей. Это программисты, которые дописывают какие-то элементы дизайна или какие-то скрипты настраивают. Это фрилансеры, которые занимаются транскрибацией, то есть они переводят. Вот, например, сейчас этот вебинар я потом отдаю человеку, который начинает транскрибировать, то есть он, ну, понятно, переводит всех текст. Мне придется заплатить там определенные деньги, ну, я не знаю, сколько, пятисотная до двух тысяч рублей придется заплатить, чтобы люди, которые не успели посмотреть, потом могли спокойно в тексте это все почитать. Почему я трачиваю эти деньги, например, вот в данном случае? Потому что я понимаю, что нужно сделать удобно для читателя, для подписчиков, что нужно обеспечить ценность. Потому что если я выложу просто видеофайл, вот это вот, на, смотри, два часа вебинара, то очень многие люди заняты и так далее. Не всем, знаете, досуг смотреть все это, а в тексте, в сокращенном формате это будет удобнее. Вот, поэтому я так заморачиваюсь, но это стоит денег. То есть, вот в сумме получается приличные деньги, порядка 150 тысяч в год блок среднего уровня, будем так говорить, как мой, он отнимает. Начинающего блок, конечно, будет в расходах, наверное, меньше. Вот, деньги, с одной стороны, нужны, а с другой стороны, ну, мой блок мне отбил уже эти деньги за год, так что сами смотрите. Так, это что касается денег. так, у меня тут моя спорта мне говорит, что основная часть закончилась, я рассказал то, что хотел, у вас есть возможность сейчас задать вопросы, и я дам ответы на вопросы, которые мне присылали, вопросов, всего три вопроса мне прислали, на самом деле, плюс что-то прислали сейчас в прямом эфире, да, вот вопрос Серафима я уже ответил. Итак, вопрос от Никиты, я, наверное, ответил на вопрос, как выбрать между одной из платформ и на что обращать внимание. Хорошо. Три вопроса, которые мне задали. Итак, первый вопрос от Самира, моего давнего читателя. Сейчас я расшарю экран, чтобы вы сами видели все вопросы. Вот мои вопросы. Самир спрашивает, что у него страх, потому что блок это не игрушки, блок это официальная масс-мидия и, соответственно, за все какие-то ноты, он говорит, я напишу, что я люблю конфеты, а мне потом кто-то предъявит претензию о том, что это пропаганда нездоровой еды. и он говорит, это меня останавливает как блогера. Вы знаете, у меня тоже в жизни были такие моменты, когда понимаешь, что блог это ответственность, особенно когда тебя читают несколько тысяч человек, ты думаешь, я сейчас напишу что-то про сладкое, и люди пойдут нажжутся сладкого, или кто-то, я размещу чью-то картинку, допустим, на своем блоге, а мне вкатят иск на 200 тысяч рублей. Что тут сказать? Во-первых, у людей есть своя голова на плечах, я считаю, и каждый сам должен думать, есть ему сладкое, или не есть, и решать сам. Во-первых, во-вторых, я стараюсь, например, я стараюсь на своем блоге никому, никого, ничему не учить в ультимативной форме, то есть вы должны сделать это, вы живете неправильно, одумайтесь. Нет, я стараюсь писать о своем опыте, то есть просто я рассказываю, что я сделал так-то и так-то, и у меня получилось тот. Вот. Что касается каких-то исков, то сразу скажут, да, иногда, редко, бывает, что какая-нибудь компания может обратиться, скажет, даже в очень грубой форме могут обратиться, что за дела, почему вы взяли нашу картинку, или там наш текст, или там нашу мысль использовали, мы на вас подадим суд. Ну, это бывает крайне редко, может быть, один раз в год. И всегда, всегда удается вопрос занять, замять до каких-то серьезных разбирательств, сразу бывает. если вы адекватный человек, и большинство людей, с которыми вы общаетесь так или иначе, тоже адекватные, всегда можно замять любой вопрос. Я в свое время следил за этим на searchandjance.ru крупнейшем форуме веб-мастеров и SEO-шников, и там были темы, связанные с исковыми делами по картинкам, по контенту и так далее. Ну, почти всегда в подавляющем числе случаев ему удается все без всякого суда и следствие решили. Поэтому риск минимален, и это надо понимать, что риск минимален, если все делать аккуратно, да, надо следить за своими словами, ну, так и в жизни надо следить за своими словами. Дальше, вопрос от Серафима Урукова. Да, значит, насколько известно, успешными блогерами становятся те, кто пишет регулярно и как можно чаще. Так вот, Серафим, или там аналогичный мне вопрос кто-то задал, может быть, даже опять Серафим, да, почему люди рассказывают просто про то, что они кушали, и вот они стали популярными. Это заблуждение Серафим. Да, если я еще раз та же самая Алла Пугачева начнет писать про то, что она там кушает, делала целый день, у нее будет популярный блог. Но не потому, что она об этом пишет, а потому, что она Алла Пугачева. Или, ну, например, есть известнейший блогер, там, супер посещаемый, Алекс Экслер. Он тоже пишет там, какие-то мысли ему пришла, что-то там, эмоции, он раз ее на блог, что-то там случилось, раз на блог, картинку удачную сфоткал, раз на блог, и казалось бы, о, надо как Алекс Экслер себя вести, давайте я тоже буду так все выкладывать на блог. Это неправильно. То есть, Экслер же стал Экслером не из-за этого. За ним тысячи обзоров, там, фильмов, программ, всяких железяк, смартфонов. Он написал там, я не знаю, наверное, десяток книг художественных и не художественных. Выступал на каких-то конференциях, на радио, еще. Поэтому он Экслер, он там 15 лет в интернете, поэтому он Экслер, а не потому, что он сейчас пишет о том, что он там покушал и так далее. И людям интересно, что кушал Экслер, не потому, что они так вот проявляют интерес к еге. Им вот пофигу будет, что кушал там я или ты, но то, что кушал Экслер, им интересно. Поэтому не надо попадать в эту ловушку и начинать на блог вываливать все подряд. Надо в каждом посте, чтобы была ценность для читателей. Надо сто раз подумать, прежде чем вывалить какую-то статью на блог. Единственное, вот я когда в Таиланд ездил, я долго подумал, как мы... и так далее. Но я вываливал эти статьи на блог, но я не отправлял их в рассылку. И не только в рассылку, но даже в РСС я их не отправлял, чтобы лишний раз не отвлекать моих постоянных читателей на ерунду. Кому надо, кому это интересно, да, они могли это почитать. Но вот ссылка в выжималке я там где-то включал и так далее. Так что не надо, не надо так делать. И вот вопрос от Никиты Вербицкого. Я начинающий веб-дизайнер. Надо ли, значит, нужен ли мне блог? Потому что, может быть, людям интересно читать только известных таких матерых профессионалов, а начинающего никто не будет читать. Ну, Никита, Никита, я считаю, что наоборот, ты в самой выгодной позиции. То есть, блог тебе, как профессионалу, даст больше, чем кому бы то ни было. Да, в начале тебя не будут читать. Может, первый год, первые полгода, год, у тебя будет очень мало читателей. Но если ты будешь работать над собой, над своими статьями, если ты будешь описывать весь опыт, который у тебя есть, иконку какую-то раз обрабатываешь, у тебя затруднения. Ты полдня провел, там, весь в пене сидишь, о, нашел решение. Вот создай статью, напиши об этом. Да, только не банальности, не теорию, а свой опыт живого человека Никиты Вербицкого. Вот это будет интересно. И через два года, возможно, этот блог тебе начнет приносить заказы, он тебе, ты начнешь просто свой тариф поднимешь, как профессионал, и так далее. То есть вот ответ на твой вопрос тебе, я считаю, стоит заводить свой блог. Так, следующий вопрос мне тут прислали. Пытаюсь уйти, София Клименко, пытаюсь уйти во фриланс и заняться копирайтингом. Копирайтеру нужен блок, работодатель начинает требовать. Вот как интересно, я не знал, что так. Ступо, что писать? Нет любимой темы, но есть необходимость. За что зацепиться? А что требует от копирайтера, вот не совсем понимаю, чтобы именно блок был по копирайтингу? Или просто нужен какой-то набор статей, которые просто показывают твой стиль, что-то типа портфолио? Я думаю, в идеале надо писать про копирайтинг непосредственно, потому что на самом деле тема очень, ну, вообще, я считаю, фантастически интересная, но на мой взгляд. То есть, есть ведь очень много книг, только по копирайтингу сколько книг есть. Вот я вам сказал про Зинсера, но ведь есть, например, книга Стивена Кинга, есть книга... Вот Манн и Ванн и Фербер, очень много книг, я сейчас боюсь тут наврать вам, очень много книг, и я время от времени читаю именно по копирайтингу, причем есть книги технические, которые рассматривают какие-то вопросы строения, предложения и так далее, а есть именно философские книги, где черпать вдохновение и так далее. Это вот эти муки творчества описывающиеся. То есть, даже если ты просто будешь делать обзоры этих книг, это уже круто, ты и сама развиваешься, и описываешь какие-то книги. Вот. А по копирайтингу есть очень много интересных блогов, например, по-моему, Коплу новый блог есть, если не ошибаюсь, там Кот ведет блог и так далее. Я, честно скажу, не подписан, но есть что и почитать, и есть с чего взять пример. Более того, ты знаешь, София, ну посмотри другие блоги. Это я вот когда начинал свой блог, я учился у продвинутых блогеров. Или, например, еще до того, как я начал писать на лайфхакера, заходил на лайфхакера и просто смотрел статьи, которые добились популярности. И мне было интересно, что что интересно людям. Вот. Чтобы идти навстречу их пожелания. Вот. Ну, требует ссылку на блог. Нужен блог, значит. Вот. Так, ну все, вопросов больше нет, мучить я никого не буду здесь вымучивать вопросы. Если вопросов больше нет, то спасибо, что посетили вебинар. Для меня это был такой стартовый вебинар. Хотелось очень попробовать формат, потому что блогер, в том числе, он тестирует постоянно новые форматы. Например, в январе, вы могли заметить, я тестировал конкурс. То есть, это был, ну, по сути, первый в моей жизни конкурс, когда я привлек спонсоров там и так далее, рекламодателей, раскручивал всевозможные. Я этот формат попробовал. И блогер постоянно находится в тестировании. Сейчас я протестировал формат вебинара. Мне очень интересно, как это все работает. Ну, еще раз напомню про акцию, рекламу, что если вы хотите со скидкой какой-то мой курс, точнее, не какой-то, а курс по блогу получить, вы имеете такую возможность, пишите мне или просто без спроса оформляйте покупку. Ну, и буду рад любого человека проконсультировать по теме. Так, давайте я включу камеру, чтобы с вами по-человечески попрощаться. Всем счастливо. Спасибо, что слушали меня. Пока. Продолжение следует...